добрый вечер коллеги добрый вечер друзья как меня слышно видно пожалуйста трусики поставки все в порядке рад вас видеть сегодня вечером трудный день понедельник как многие считают у нас сегодняшнее мероприятие это презентация компании skyway capital как и раньше она будет составить из двух частей и первая часть будет посвящена краткому ознакомлению технологии разработанную низким вторая часть это непосредственно инвестиционное предложение компаний skyway capital то есть речь у нас сегодня с вами будет идти о технологии транспортной о инвестициях и о бизнесе то есть у нас есть как бы так три в одном как когда-то возможно видели рекламу шампунь бальзама ополаскивать себя для ухода за волосами итак коллеги компания skyway capital да мы сегодня с вами будем говорить о ней и она занимается тем что привлекает инвестиции в проект которым руководит анатолий дарда чуницкий человек который 39 лет уже выводит на мировой транспортный рынок инновационную транспортную технологию который разработал сам он является автором он является генеральным конструктором струнной технологии человек который начал скажем так работы по не ракетному освоению космоса еще вдалеке 70-х годах прошлого столетия именно тогда зародилась идея создания струнного транспорта струнной технологии анатолий дарвич родился на территории бывшего советского союза поэтому смело можно называть советским российским белорусским ученым потому что родился на территории беларуси за время развития технологии и внедрения он руководил двумя проектами организации объемных наций всем знакома данная структура до международная вот эксперты данной структуры давали свои экспертные оценки заключения по поводу технологии разработаны миксами дважды он выделял денежные средства 80-х годах прошлого столетия анатолий дарвич и не стал членом федерации космонавтики сср и это одна из первых структур которая признала что струнная технология является перспективным направлением которое необходимо развивать на территории в первую очередь когда это был советский союз сейчас речь идет скажем так о территории всего земного шара за время разработки технологий унатолий дарвич юницкого было 140 изобретений более 140 изобретений в различных направлениях промышленности сельского хозяйства у него 19 монографий более 200 различных научных работ которые издавались в научной прессе и советского союза и российской федерации не только они также издавали за рубежом что хотелось бы сразу отметить анатолий дарвич юницкого три высших образования первое из них это инженер транспорта второе образование патентное право изобретательства в этом направлении третье высшее образование проектирование строительства высотных зданий инфраструктурных сооружений все три высших образования сегодня скажем так работают во благо создания струнных технологий транспорта skyway теперь это так называется skyway это небесная дорога о самой технологии если говорить о том же натуре дарвич юницкого я был на местных мероприятиях где он рассказывал о ней да сам автор генеральный конструктор готов рассказывать сутками может быть даже неделами да то есть это очень большой объем информации как технической экономической есть огромный объем видеоматериалов печатной продукции вплоть до государственных контрактов которые были заключены в свое время на строительство дорог по технологии разработаны лицом и этот объем этот большой объем информации вы можете подчеркнуть на сайте генерального конструктора внизу ссылочка адрес сайта 3w.com и люди которые хотят разобраться технологии вплоть до скажем так просмотра и переваривания в голове математических формул и так далее так далее физические принципы различные которые используют данные технологии пожалуйста можете зайти на сайте никого и там очень очень большой объем информации также большой объем информации вы можете найти в принципе на сайте компания skyway как я говорил мы имеем дело с струнными технологиями в первую очередь наверное мы больше всего времени посвящаем транспорту skyway хотя струнные технологии в себе объединяют это такие направления развития нашей индустрии как строительство высотных зданий зданий коттеджного типа строительство морских портов до которых будет вынесены в ап BA word море и озер океанов это представительство железнопосадочных полост аэропортов и аэродромов традиции со мостов все данные скажем так направления и будут использовать струнные технологии от экономия и времени возведения данных конструкций и сооружений экономии скажем так в десятки раз строительных материалах и потом скажем так экономия амортизационных расходов на дальнейшее использование созданных к сторону Но на данном слайде вы видите преимущество транспортно-инфраструктурного комплекса SkyWay по отношению к тем технологиям, которые мы используем с вами ежедневно. А мы с вами используем, например, четыре транспортные системы, не считая, там пятая, это космические технологии, которые выводят достаточно незначительное количество груза, при этом затрачиваются миллиардные средства на это, скажем так, освоение космоса. А мы имеем традиционно автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, речной и морской, то есть водный и воздушный, самолет и вертолет. В сравнении со всеми теми транспортными системами, которые мы имеем на сегодняшний день, вы видите перечислены основные преимущества технологии SkyWay. Ну, в принципе, кратко я уже говорил, это и низкое себестоимость строительства оказания в дальнейшем транспортной услуге, низкое энергопотребление, минимальный землеотвод, то есть фактически в сотни раз меньше требуется отвод земли для того, чтобы строить дороги второго уровня, они подняты на землей. В сравнении, например, с обычной автомобильной дорогой. Высокий уровень автоматизации, высочайшая степень безопасности, то есть в тысячу раз данный транспорт безопаснее, чем обычный автомобильный транспорт. Высокий скоростные показатели, потому что SkyWay, по сути дела, он развиваться будет в трех сегментах транспортного рынка. Это и грузовой транспорт построил сюда по 25 км в час, городской 50-150 км в час, причем преимущество этого вида транспорта таково, что можно использовать инфраструктуру уже построенных городов. Потому что, как мы говорили, землеотвод требуется минимальный и данный транспорт легко можно списывать в те города, в которых сегодня мы видим огромное количество пробок. Даже если там по семь, по шесть рядов в одном направлении двигается автомобиль, все равно он периодически испытываем проблем. Минимальные эксплуатационные расходы. Можно использовать возобновляемые источники энергии на эстакадах, размещать и ветряные электростанции, небольшие и солнечные батареи. Также, благодаря струнным рейсам, инфраструктуре Skyway, мы можем такие прелести цивилизации, как высокоскоростной интернет, высоковообразная линия электропередач, то есть электричество, довести в места, которые сегодня считаем труднодоступны, либо недоступны вообще. Данный вид транспорта является всепогодным, всеклиматическим фактически, потому что перепады температур, которые выдерживают из стакада от минус 70 до плюс 70. Данный вид транспорта, опять же, такие явления природы, которые мы с вами видим периодически, это и сильные дожди, и сильные снегопады, туман, ураганный ветер, то есть путевая структура и сам транспорт, обладающий, скажем так, противосходными устройствами, будет фактически неподвижен всем этим климатическим явлениям, которые мы с вами периодически наблюдаем на просторах России, да и всего мира Сауна. Весной у нас проблемы, потому что начинается поводок, да, так как здесь путевая структура поднята над водой, соответственно, ничего не может повлиять на передвижение транспорта по этой путевой структуре. Этот транспорт является высокоэкологичным, то есть отсутствует вредное воздействие на окружающую среду, в принципе, и на человека, который передвигается в этом транспорте, потому что высокий уровень комфортности, низкий уровень шума. Ну и, конечно же, очень важно то, что экономится время финансовые затраты как на строительство данного, скажем так, данных дорог, да, и на использование в дальнейшем, то есть, в принципе, при передвижении с высокой скоростью, то товары, там, народного потребления, да, и, например, какие-либо полезные ископаемости будут горнодобывающие, например, промышленные компании используют данный вид транспорта. Будут сокращаться в разы, ну и дороги, один из самых важных еще показателей высокой степени быстрой срок окупаемости дорог, то есть, в среднем там от года до пяти по расчетам. Но, чтобы пойти дальше, я бы хотел сейчас вам продемонстрировать, что из себя представляет данный вид транспорта, что из себя представляет технология Transnet, которую мы привыкли называть следующим, скажем так, витком развития мировой паутины, да, то есть, переход в шестой технологический уклад. Итак, это мировая паутина перемещения грузов у людей. Мировая паутина, которая впитает в себя все преимущества той мировой паутины, к которой мы с вами практически привыкли, хотя 20 лет назад ничего подобного не было, да, это мир интернета, который нам сегодня позволяет вот так вот общаться с вами сидя. Я в Москве, в своих городах, в которых вы находите сейчас, вот, благодаря интернету мы с вами можем обучаться дистанционно, скажем так, перечислять денежные средства в считанные доли секунды, там, или в считанные минуты, приобретать какие-либо товары и услуги и многое-много другое. Лет 20 назад все это можно было назвать фантастикой, и сегодня все это доступно. Мы можем с вами общаться, видеть друг друга, да, тогда-то в фильмах это тоже было, скажем так, фантастикой. Те, кто смотрел фильм «31 июня, лунный день», то есть, там, показываем автомат, в котором, скажем, отражается окошко, и человек видит того, с кем он разговаривает. Сегодня все это реально. Итак, друзья, ролик о технологии Трансмэта, и дальше мы с вами... Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Трансмэта – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Трансмэта – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Трансмэта – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Трансмэта эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Трансмэта – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, я думаю, что данный ролик продемонстрирует вам, что и вся представляет технология, разработанная Анатолий Дарчим и Ницким, как будет выглядеть транспорт уже в ближайшее будущее, потому что мы очень близки к тому, чтобы показать действующий юнибус уже в этом году, в октябре, в Белоруссии этой осени. На данном слайде вы видите историю развития струнных технологий. Она условно развита на четыре этапа. Как я говорил, сама история началась в 1977 году. Сегодня мы с вами живем в 2016, то есть фактически 39 лет с момента, скажем так, развития и движения Анатолия Дарвича в этом направлении. На первом этапе, который длился почти 20 лет, до середины 90-х годов, была вложена первая заявка на изобретение Анатолия Дарвича Ницкого, был получен первый грант Советского фонда мира на развитие данной технологии, было получено признание Федерации космонавтики СССР, была проведена первая международная научно-практическая конференция на территории Республики Белоруссии в 80-х годах прошлого столетия. То есть все это было, как говорится, самое сложное, наверное, да, то есть когда стартует ракета, скажем, процентов 70-80 топлива съедается, скажем так, в момент разгона первой ступени. Второй этап, его можно условно, скажем так, ограничить 95-2000 годом, когда у Анатолия Дарвича была своя научная школа, когда были, скажем так, осуществлены большое количество продувок в аэродинамической трубе, это было в Питере, были продемонстрированы первые действующие физические модели различного масштаба, и также в этот промежуток времени был получен первый грант организации обменных наций на развитие данной технологии. Третий этап, очень важный, потому что именно в этот промежуток времени у Анатолия Дарвича Ницкого был испытательный полигон, так это называлось в то время, в Москвном городе Озеры, благодаря, скажем так, активному участию Александра Лебедя, который на тот момент являлся губернатором Красноярского края, ну, наверное, один из первых чиновников понял, насколько важны такие дороги для Российской Федерации в первую очередь и, возможно, для Красноярского края в первую очередь, да, по сравнению с другими регионами. Итак, во время строительства полигона, да, потом испытания, которые были проведены, было отработано целый ряд методик, было проведено большое количество испытаний в разных условиях, и зимой, и летом. В это время был получен второй грант организации обменных наций, да. Далее были заключены целый ряд государственных контрактов на строительство дорог по технологии Юнистского в целом ради регионов Российской Федерации. И именно в этот промежуток времени о технологии узнал весь мир, потому что о технологии Юнистского рассказывалось в новостях на целом ряде центральных федеральных телевизионных каналов, да. Были целый ряд тематических передач, посвященных этой тематике, где лично Анатолий Дарович Юнистский, либо его соратники принимали участие и знакомили людей с транспортом на то время, как говорили, транспортом будущего, да. И полигон, который существовал в подмосковном городе Озеры, посещал целый ряд международных делегаций из разных уголков земного шара. И также комиссии целого ряда, скажем так, государственных структур в первую очередь Российской Федерации, которые давали свои экспертные оценки и заключения после того, как они увидели, что из себя представляет транспорт Юнистского. Далее, четвертый этап, на котором мы находимся сейчас. Вот. Чем, скажем так, ознаменовался третий этап? Казалось бы, что технология получает свое развитие, все оказалось бы хорошо, есть испытательный полигон, планировалось построить дорогу от Озер до Москвы. И в конце третьего этапа технология была продемонстрирована Дмитрию Медведеву, который на тот момент являлся президентом Российской Федерации. Это было на госсовете в Ульяновске, где губернатор Ульяновской области предложил внести технологию Юнистского в список критических технологий, которые необходимо развивать на территории Российской Федерации. Медведев отнесся к этому, скажем так, с одной стороны скептически, с другой стороны назвал это самым, что ненавидь инновацией. И сказал, главное быть, друзья, найдете деньги, пожалуйста, развивайте этот транспорт в своем Ульяновском регионе. Но после окончания мероприятия было принято решение, дано указание Министерству транспорта изыскать порядка миллиарда рублей для строительства и развития технологий в регионе Ульяновска. К сожалению, через короткий промежуток времени, в течение недели, полигон в подмосковном городе Озера не стал. Я вам включу буквально короткий ролик, который будет вам рассказывать о том, что полигоны были испытания. Сейчас мы находимся на четвертом этапе. Анатолий Гарлич, после того, как полигонами стало, не прекратил заниматься развитием своей технологии. Он продолжал вести переговоры с целым рядом чиновников различного уровня, то есть административный ресурс для того, чтобы, скажем так, найти поддержку и еще раз построить тесты участков, чтобы уже, скажем так, развивать и следующего поколения струнный транспорт. Переговоры также проводились с людьми мира бизнеса, которые могли проинвестировать данное направление. К сожалению, переговоры пришли, как говорится, в тупик, зашли, да. И в 2013 году Анатолий Гарлич принял решение оценить свою интеллектуальную собственность, которая была оценена независимыми европейскими компаниями и агентствами в сумму свыше 400 миллиардов долларов США. На основании интеллектуальной собственности было зарегистрировано компания Великобритании. И, скажем так, глядя на опыт краудфандинга, где люди, скажем, выходили на бесплатные площадки в интернете, которые предлагали свои идеи, просили людей пожертвовать любую сумму денег, было принято решение выводить данный транспорт посредством краудинвестинга на мировой транспортный рынок. То есть обратились к людям, которым необходим данный вид транспорта в первую очередь, к нам с вами, безопасный, высокоскоростной, намного дешевле стоящий, экологически чистый. Это транспорт, который нужен нам с вами. И физическим лицам было предложено стать совладельцами какой-либо части долей компании. То есть своими долями, это можно назвать условно акциями, Анатолий Дарвич сегодня делится с любым человеком, который инвестирует в наш проект на сегодняшний день. Инвестиции, привлечение инвестиций посредством краудинвестинга началось в 2014 году. Мы с вами об этом еще поговорим немного, но сейчас хочу показать ролик, который демонстрирует, что данная технология была продемонстрирована в миру. То, что, скажем так, это не тайно за семью печатями, то, что технология жива. И, как я вам говорил, мы уже близки к тому, чтобы продемонстрировать действующую технологию Ленинского осенью этого года на территории Котехнопарка. Итак, короткий ролик о полигоне в Азерах. Готов, прием. Готов, прием. Готов. 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес живет на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная трансбота система, это очень медленно-система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть точки зрения физики соответствуют полноразмерным изделиям и позволяют моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволило спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, это то, что было на территории полигона в подмосковном городе Озер. На данном слайде вы видите перечень короткий, потому что гораздо больше, скажем так, заключений. Экспертиз был проведен на территории полигона в Озерах. Это структуры, которые, скажем, наверное, наиболее на слуху. Такие, как Институт проблем транспорта Российской Академии науки, ГОСТРОРСИИ, Министерство экономики и транспорта Российской Федерации, Российская инженерная академия, Петербургский госуниверситет со всей сообщения, Организация объединенных наций и так далее. За время разработки внедрения в свою технологию у НИСКИ было получено более 50 патентов. И на различных международных форумах, выставках, посвященных теме науки, техники и транспорта в первую очередь, было получено более 40 различных международных дипломов и наград. Например, две премии «Золотая колесница» в номинации «Проект года транспортного транспорта». К нам переезжают фактически чуть ли не каждый день инвесторы с разных городов, Российской Федерации не только, и они все, скажем так, держат в руках, фотографируются с одним из вариантов премии «Золотая колесница». Вот она стоит, бронзовая, скажем так, лошадь. Это было получено в 2009-2011 году. Итак, друзья, как я вам говорил, первые инвестиции в наш проект пришли в 2014 году. И 2014 год был, скажем так, годом основания компании, по сути дела. И одним из важных ключевых моментов 2014 года можно назвать создание научно-производственного предприятия на территории Республики Беларусь. То есть у нас в мае месяце появились первые конструкторы и инженерный персонал. 2015 год стал ключевым и переломным, потому что именно в 2015 году определились с тем участком местности, за который было принято решение бороться. То есть это площадь порядка 36 гектар, в Минске области, в Пуховичском районе, далеко от города Марина-Горта. Опять же, в 2015 году, в феврале 24-го числа, начала свою деятельность компания Skyway Capital, презентация которой сейчас как раз таки проходит. В июне месяце прошел аукцион, на котором данный участок местности был закреплен за компанией струнной технологии, генеральным директором, который является Анатолий Дарача Ницкий. Эта компания входит в наш холдинг. И в июне месяце, в конце 29-го числа была занесена запись в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него, вы видите номер на данном слайде, площадь участка приблизительно 36 гектар. Цель на данном участке местности у нас еще раз построить все три вида транспорта, точнее участки дорог, всех трех видов грузовой, городской и высокоскоростной Skyway, продемонстрировать их окружающему миру специалистам, провести сертификацию и выйти на мировой рынок транспорта. И с теми долями компании, потому что сегодня уже огромное количество инвесторов в нашем проекте, компания Skyway Capital сегодня, по-моему, более 76 стран, откуда люди инвестировали свои денежные средства и стали совладельцами данной технологии, что в дальнейшем принесет очень серьезный уровень доходов, в виде дивидендов, в виде продажи их акций, которые будут расти. У группы компании Skyway существует четкий план с 2014 по 2017 год выведения транспортной технологии на мировой транспортный рынок. Он состоит из 15 этапов, каждый этап включает в себя определенный перечень работ, и для которых необходим как раз этот объем финансирования, которое мы сегодня обеспечиваем посредством движения по схеме краудинвестинга. Прошло два с лишним года, два с половиной, да, и полностью себя эта схема оправдала. То есть практически все, что сегодня делается на территории технопарка в Беларуси, оно делается на деньги тех людей, которые начали инвестировать свои денежные средства в январе 2014 и по сегодняшний день. Об этом мы с вами еще поговорим, что нужно сделать и так. Далее, важным, наверное, этапом развития технологии, разработанной эмирским, были переговоры обменных Арабских Эмиратах, и намеченцы, скажем так, целый план сотрудничества с арабской стороной и возможное строительство подобного участка тестового на территории Эмирата Абудаби, и далее предполагается строительство дорог. Но как бы арабская сторона, вы знаете, да, арабы смотрят, готовы инвестировать в крест, но хотят сначала видеть, как выглядит данный транспорт вживую. Летом закончилась реструктуризация группы компаний SkyWay, мы стали работать в долларной эквиваленте, перерегистрировались на территорию Британских и Трежинских островов. В начале лета информация о струнных технологиях попала в руки бывшему министру транспорта Южной Австралии Роду Хуку. В сентябре месяце он немногочисленно по тем временам делегацией прибыл на территорию Беларуси, познакомился с Анатолием Городовичем и Ницким, посмотрел конструкторские дыры, был на территории Экотехнопарка, и, скажем так, в сентябре принял твердое решение развивать данный вид транспорта на территории Австралии. Как я говорил, история получает продолжение. Как, кстати, история с госсоветом, который был в 2009 году, на котором присутствовал Дмитрий Анатольевич Медведев. Мы на этом тоже еще, скажем так, внимание заострим. Далее, в сентябре, уже, скажем так, не только с точки зрения строительства, транспорта и так далее, специалистами нашей компании был получен так называемый код, международный код ценной бумаги, ITM. Это процедура, которую фактически проходят все компании, акции которых сегодня котируются на крупных международных биржах. Это очень важно. Кстати, в июле были проведены первые работы, да, изыскательные, на территории Экотехнопарка, и в конце июля началось строительство. Сегодня строительство идет полным ходом, да, то есть мы об этом тоже немножко поговорим впереди. Далее, осенью состоялась процедура закладки нулевого километра дороги Skyway будущей на территории Экотехнопарка, далеко от города Марина Горца, да, на этом участке земли, который сегодня выделен под Экотехнопарк. Вот вы видите на нижнем складе рука Анатолия Дарвича Юницкого после закладки нулевого километра. Далее, что еще хотелось бы отметить. Вместе с Пуховичским райисполкомом предприятие струнной технологии приняло участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». Часть денежных средств, всего, скажем так, сумма 5 миллионов евро, разошлась порядка по двум десяткам проектов, да, которые принимали участие в этой программе, в этом тендере. Часть денежных средств была перечислена нам на развитие данного проекта. И очень важный момент, который произошел в конце прошлого года, то, что в ноябре, в конце, да, группа компаний Skyway перешла на работу с новым инвестиционным продуктом, то есть нашим партнерам, инвесторам было предложено возможность приобретать пакеты долей компании по рассрочке, то есть на протяжении там 10, 6, 8 месяцев можно было незначительную сумму выплачивать ежемесячно, на выходе иметь очень серьезный пакет акций, да. И эта программа себя полностью оправдала. Сегодня, наверное, более 90% пакетов акций, пакетов долей компании, которые приобретают у нас в компании, это люди, которые выбирают для себя двигаться по рассрочке. Это то, что было сделано в 2015 году, да. Как я вам говорил, начиная с 2014 года, любой человек мог проинвестировать, в принципе, абсолютно любую сумму денег, начиная, когда-то это было там 100 фунтов, сейчас есть возможность 15 долларов США и выше. Люди становятся совладельцами какого-то пакета долей компании, и в будущем у них есть все шансы, скажем так, либо продать эти пакеты, когда акция начнет в 2017 году стоить минимум доллар США, именно на это мы рассчитываем. С момента выхода из технологии на мировой транспортный рынок. А по мере строительства дорог по технологии Юницкого, каждая отдельная взятая акция будет только растительной. Ну, как это происходит, в принципе, с любыми акциями компаний, продукт которых, либо идея, да, в итоге оказалась востребованным и приносит людям какую-то выгоду. А выгоду от технологий вы видели в ролике, вы видели преимущество данной технологии, да, то есть экономия денежных средств и возможность передать данную планету, на которой мы с вами живем, по следующим поколениям все более зеленый, здоровый, чистый, да, а не забрать у них окончательно ее сегодня, чтобы потом было невозможно выживать. Итак, 16-й год, то есть он ознаменовался тем, что получил продолжение истории взаимоотношений Анатолия Городовича Юницкого с Дмитрием Медведевым. Он написал письмо премьеру Российской Федерации, в котором, поблагодарив за то, что он обратил внимание на госсовете в 2009 году на технологию SkyWay, сказал, струнный транспорт назывался, да, и предложил ему приехать в осенью этого года на территорию Республики Беларусь, чтобы лично убедиться в том, что мы проделали в это время. И он сказал, что главный вопрос, который тогда стоял, выделение денежных средств на развитие технологий, он у нас сегодня решен. Далее. 11 февраля на заседании, скажем так, экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации технологии Юницкого, которую он презентовал в начале года в Дмитрансе, была признана инновационной, а 25 числа этого же года на заседании экспертного совета технологию Юницкого признали перспективной, что дает нам высокую вероятность, что в дальнейшем строительство дорог по технологии Юницкого будет осуществляться и в России в том числе. Для нас это важно потому, что начиная с 2014 года, с января, да, огромное количество людей, ну, где-то посмеяли, где-то крутили виска, и самому генеральному конструктору, и всем нашим партнерам, которые давали информацию своему окружению, о том, что в недалеком будущем будет реализован данный вид транспорта, и ты можешь сегодня принять участие, приобрести какое-то количество долей компании, стать владельцем технологии. Так вот, многим говорили, что это непонятно какой-то хайп, пирамиды и так далее, но, господа, смотрите, технологию, точнее признать, какой-либо хайповский проект или пирамиды, инновационной технологией, перспективной, скажем так, с забросом удочки на использование данной технологии на территории Российской Федерации, это большой плюс. То есть, хайповские проекты, да, и пирамиды никогда не признают ни инновационными, ни высокотехнологическими, ни перспективными. Что еще важное произойдет в 16-м году в развитии нашего проекта с 20-го по 23-е число в сентябре в Берлине раз в два года проходит крупный транспортный форум под названием «Инотранс». Есть там целый ряд категорий, представленных на данном мероприятии. Так вот, в категории «Транспортные инновации» будет представлена технология Skyway. Анатолий Дарвич Юницкий принял решение на этом форуме представить полномасштабную действующую модель «Юнибуса» для городской трассы и для «Юнибайков» так называемых, то есть тоже действующие, скажем, транспортные средства. Потом, после данного мероприятия, эти транспортные средства прямиком будут направлены на территорию экотехнопарка и в октябре месяце должен состояться крупный международный экофестиваль. Один из них в этом году уже прошел. Мы предполагаем, что на этом экофестивале будет присутствовать порядка трех тысяч человек, может быть, даже больше. Более, чем из двух десятков стран. Так вот, «Инотранс» это то, на что сегодня нацелена наша компания. Опять же, строительство экотехнопарка сейчас идет, подготовка к выставке, чтобы продемонстрировать действующие транспортные средства. Как сказал Виктор Бабурин, что сейчас, скажем так, уже не хватает времени рассказывать о данной технологии. Сейчас происходит большое количество переговоров с людьми разного уровня, с государственными чиновниками. Что стоит буквально недавно конференция, которая прошла в Словакии, где после данной конференции были переговоры и со специалистами Словацкого транспортного университета. Был заключен договор о взаимодействии с этой структурой. Данная технология была представлена министру транспорта Словакии. Цель, кстати, этого договора то, что Словакия будет определяться с адресными проектами не только на территории Словацкой республики, но также на территории Центральной Европы. Планы развития компании на 2016 год таковы, что в октябре планируется продемонстрировать уже полностью действующую городскую трассу SkyWay на территории Эко-технопарка как на весном, так и в подвесном виде. Параллельно сейчас уже начато строительство грузового транспорта SkyWay и в конце года или в начале 2017 года будет продемонстрирована и грузовая трасса с погрузочно-развывочными терминалами и соответственно также будут установлены промежуточные анкерные опоры. Сейчас также возводится легкая трасса SkyWay на территории Эко-технопарка. В 2017 году это уже работы по продолжению трассы до 15-ти километрового участка для нын, где будет демонстрироваться высокоскоростной SkyWay. Одно крупное мероприятие Артем говорил уже прошло. Это был экофестиваль. Порядка 700 с лишним там близких из места человек были на этом мероприятии. Были люди из двух десятков стран. Первый день прошел на территории Эко-технопарка, второй, скажем, прошел в городе Ницк. На этом мероприятии присутствовал лично Анатолий Дарович Юницкий, который представил технологию. Был показан фильм о Юницком. Кстати, на сайте вы можете найти видеоматериалы, вы можете найти два фильма, снятых про Анатолию Даровича Юницкого, про его технологию. То есть, было бы желание это все искать. Опять же, инотранс. Это то, на что мы сегодня возлагаем большие надежды. Далее. Буквально недавно, месяц назад, территория Эко-технопарка посвящала еще раз Рок-фулс и уже со специалистами компании, которые будут заниматься непосредственно строительством и внедрением данной технологии на территорию Австралийского континента. Сим был показан Эко-технопарк, что уже пробило, скажем, сентября, что очень сильно удивило Рода Хука. Те из вас, кто пришел на наш вебинар немножко раньше, видели ролики про Эко-технопарк, что он из себя будет представлять, что мы строим, и интервью с Родом Хуком, где он отвечает на вопросы Виктора Кивиченко. И почему мы вообще пришли к этому, что из себя сегодня представляет транспортная система, и к чему мы двигаемся строить технологию SkyWare. Все чаще и чаще технологии, вот буквально за последний два месяца, уже, наверное, несколько десятков раз о технологии рассказывают средства массовой информации, причем это СМИ печатные, как это было в Крыму, например, есть газета, в которой по результатам заседания Крымской академии наук, на котором гостем был приглашен Анатолий Даровичевич, и вышла большая статья. Это телевизионные каналы, радиостанции различные, в Австралии на целом ряде, скажем так, СМИ лично Род Хук презентовал технологию SkyWare. Здесь вы видите на слайде только перечисление некоторых из них, и интерфакс, который нам известен, и даже РЖД-партнер, то есть, по сути дела, наш конкурент, то есть, данные издания разместили информацию о том, что Россия и Беларусь продвигают новую технологию транспортную. Также слева внизу вы видите, скажем так, выдержку с сайта, официального сайта университета Флиндерс, на территории которого в Австралии будет строиться 500-метровый участок под железнодорожной станцией до корпусов, скажем так, этого университета, чтобы студенты могли быстро и комфортно добраться, скажем, до учебного корпуса. И также буквально недавно, пару недель назад, состоялось на канале Беларусь24, это канал спутниковый, который вещает, скажем так, на весь мир, где рассказывают о достижениях, которые проходят в республике Беларусь, точнее, что там достигло это государство, по сути дела, это канал, который, как у нас есть Вести 24, Россия 24, сейчас он называется, вещает на весь мир так, и Беларусь 24. В передаче 24 вопроса объектив конференции Виктор Бабурин, это заместитель генерального директора по развитию и один из руководителей нашей конструкторской бюро представляли технологию, отвечали на вопросы ведущим. То есть, технология развивается, сегодня у нас уже, как я говорил, ведется строительство городского Skyway, началось строительство грузового Skyway на территории Экотехнопарка, и буквально в ближайшее время уже будут установлены фермы, то есть, произойдет натяжка струн, и все будет двигаться к завершению строительства с целью в октябре месяца продемонстрировать действующую технологию. Это мы с вами говорили о технологии Skyway. В принципе, можно сейчас включить, скажем так, ролик, которому где-то три недели, да, где Анатолий Бердович лично присутствует на территории Экотехнопарка и показывает, что строится, но уже к сегодняшнему моменту, да, многое, то, что говорил Анатолий Бердович Чуницкий, что вот-вот начинается, она уже, там, речь шла о фундаменте для промежуточных опор легкой трассы, сегодня уже стоят и промежуточные опоры, и уже, говорю, речь идет о том, чтобы устанавливать струны рельса. Теперь компания Skyway Capital. О технологии мы с вами поговорили, цель презентации не рассказать полностью, скажем так, все подробно, вплоть до математических формул, да, и каких-то действий физических законов, которые используются Анатолий Бердович Чуницкий в своей технологии, его ноу-хау и так далее. Цель просто донести информацию до тех, кто разбирается в этом впервые, либо попал на презентацию, скажем так, через большой промежуток времени, может кто-то зарегистрировался у нас в проекте, там, назад, да, и сейчас вспомнил, что есть такая технология, что же там у нас происходит. Компания Skyway Capital сегодня является официальным партнером группы компаний Skyway по привлечению инвестиций. То есть фактически мы работаем на рынке инвестиций, рельс сейчас пойдет об инвестициях. Компания зарегистрирована на территории Великобритании, вы видите, ее номер регистрационный на слайде. По сути дела, деятельность направлена на то, чтобы, скажем, привлечь максимальное количество инвестиций, а следовательно, вывести на мировой рынок в запланированное время в 2017 году. Новый инновационный транспорт, о котором у нас речь шла в первой части нашей презентации. И важно отметить следующее, то что компания Skyway Capital работает по методике краудинвестинга, народного инвестирования. То есть мы полностью переняли опыт компании SSWisting, которая начала привлекать инвестиции в 2014 году. Как я уже сказал, данная платформа показала полностью свою же участь. Задача наша, основная цель, это привлечь необходимый объем инвестиций. Сегодня по бизнес-плану группы компаний Skyway сумма эта составляет порядка 240 миллионов долларов США. Система привлечения инвестиций осталась прежней, краудинвестинга. Результат это, как я уже сказал, выведение транспортной, системы нового транспорта на мировой транспортный рынок и выход с теми долями компании, которые сегодня может приобрести абсолютно любой человек на мировой рынок инвестиций, финансовый рынок. Задача, которую ставит компания перед собой, это привлечь максимальное количество инвесторов и денежных средств на основе микрофинансирования. Как я говорил, сегодня по мере своей возможности стать инвестором в наш проект может абсолютно любой человек. То есть сумма инвестиций может колебаться от 1000 рублей до 150 тысяч долларов. У нас есть достаточно большое количество пакетов, линейка пакетов далее компании, которые вы можете выбрать и в дальнейшем, скажем так, благодаря своей активной деятельности уже, скажем, по партнерской программе, то есть у нас есть еще возможность создавать свой бизнес, так и крупным инвесторам проекта группы компаний Skyway, компаний Skyway Capital. Какие еще мы задачи ставим перед собой? Это создать благоприятные условия и максимально, скажем, максимальную прозрачность того, что делаем, информировать вас вовремя обо всем, что происходит в развитии технологий, в развитии проекта Skyway Capital, о тех акциях, которые у нас появляются периодически выгодные, на которых люди могут инвестировать в свои денежные средства на выходе иметь немножко больше, чем в обычной ситуации. И, конечно же, это доступность информации, чтобы вам было комфортно стать нашим инвестором, разобраться, что мы из себя представляем, что из себя представляет проект. И, как я говорю, даже, скажем так, не протерев глаза, проснувшись, не одеваясь, не чище зубов, не завтракая, выйти в интернет, выбрать тот пакет далее компании, который вы считаете нужным и стать совладельцем этого пакета, совладельцем технологии разработанной виски. Условно, опять же, мы с вами говорили, обращали внимание, что технология прошла четыре этапа в своем развитии. Условно, реализацию проекта в целом можно разбить, опять же, на четыре важные составляющие части. Сейчас это своевременное финансирование каждого отдельно взятого этапа, а сегодня мы находимся на седьмом этапе развития технологии. То есть шесть этапов мы прошли. При переходе с этапа на этап, как правило, меняется уровень доходности либо дисконт. То есть те люди, которые пришли в наш проект в январе 2014 года, больше всех рисковали. Им, как говорится, нечего было пощупать, у них была только вера, они видели и Литского, они увидели то, что, скажем так, это не пустые слова, что технология уже существовала, была продемонстрирована кому-то, когда был полигон в озерах и так далее, были документы. Сейчас у нас есть чем похвастать. Соответственно, при переходе с этапа на этап уровень доходности меняется. Почему? Рисковость вложений в наш проект она снижается в каждом раз. С каждым днем, можно сказать, даже с каждым часом. Потому что активное строительство, да, оно нарастает, скажем так, не то, что от месяца к месяцу, а от недели к неделю. То есть, фактически, второй важный момент это строительство в эко-технопарках сейчас, потому что именно там мы будем демонстрировать технологию, хотя уже Виктор Бабурин говорит, что это уже, конечно, не самоцель, потому что в ближайшее время понадобится уже большее количество людей, которые будут, скажем так, рассказывать технологии, заключать в дальнейшем адресные проекты, которые вы видите здесь на складе, да, это третий этап. И потом уже будет получение прибыли. От того, что будут построены дороги либо в виде дивидендов, да, которые будут перераспределяться на тех людей, которые сегодня становятся по владельцам технологии. Либо вы можете продать свои пакеты долей компании, которые сегодня можете приобрести, заработать, да, оплатить, скажем так, и купить с акционного счета. Теперь давайте перейдем именно к инвестициям. Сразу же хочу сказать следующее. Смотрите, данную инвестицию можно отнести к тем, которые люди, обучающие других финансовых грамм, такие как Роберт Киосаки, Бодер Шефер и еще целый ряд специалистов, относят к инвестициям, которые делают мультимиллионеры и миллиардеры. Как правило, это те инвестиции, которые доступны людям из этих категорий. То есть они на начальном этапе имеют возможность вложить свои денежные средства в новые инновационные технологии, в новые развивающие компании, да, которые еще, скажем так, акции которых не котируются на международных биржах, но по мере реализации технологии эти компании выходят на биржу, их акции значительно дорожают, соответственно, те, кто были богатыми, не богатеют в разы, да. Мы же предоставляем данную возможность абсолютно любому человеку. То есть на данном слайде вы видите пакеты долей компании из стандартного списка, да. Стоимость этих пакетов исчисляется от 15 долларов США, вот столбик, до 150. Криво так нарисовал, так получилось, сейчас перерисую. То есть вот этот столбик, четвертый, да, в данной таблице, демокрую, стоимость пакетов долей компании на сегодняшний день. в рублевом эквиваленте справа, там почти от 1000 рублей до 9 с лишним миллионов рублей, да, вот, вы можете приобрести любой из этих пакетов по мере вашей возможности. То есть никому не нужно, скажем так, перетягивать себя в желудок, да, чтобы меньше есть, дыхание, перекрывать, скажем так, все доступные способы, там, не знаю, наслаждаться этой жизнью своим родным и близким, залазить какие-то кредиты и так далее. этого делать абсолютно не нужно. Мало того, что иногда нам люди задают такой вопрос, а вот если бы я возьму кредит, я могу купить, мы говорим, стоп, кредитов никаких брать не надо. То есть разберитесь в том, что вы можете сделать, в конце концов, возьмите, примите участие активно в партнерской программе, которая буквально месторство слов будет впереди. Итак, каждый уровень, каждый из этих пакетов имеет уровень доходности либо дисконт, вот, третий столбик. Сегодня, если вы проинвестируете 15 долларов в США, то к 17 году, когда мы предполагаем, что каждая отдельная акция будет стоить 1 доллар, ваша инвестиция умножится в 36 раз. То есть очень высокий уровень доходности. Если вы подобретете, например, пакет за 200 долларов, вы видите, пятый сверху, то ваши деньги увеличатся в 100 раз. Чем дороже стоит пакет, тем больше уровень доходности. Ну, то есть как бы люди заведомо немного более рискуют, как мы это говорим. Далее, данный прайс-лист еще относится к акционному счету. У нас в компании Skyway есть возможность строить партнерскую структуру, как я вам говорил, и если вы делаете эти движения, если вы помогаете привлекать инвестиции, то часть денежных средств, вознаграждения в виде подарка компания начисляет вам на акционный счет, и с акционного счета можно приобрести только вот эти пакеты, которые вы видите сейчас перед собой. Но это, конечно, далеко не все, то, что мы сегодня предлагаем в плане инвестиций в наш проект. У нас есть разовые пакеты, которые вы можете приобрести, и, скажем так, вложения намного больше, по тому, что вы видели в самом начале. Хотя есть стандартные пакеты, которые стоят и тысячу долларов, и пять тысяч долларов, но вот эти пакеты, которые вы видите перед собой, они являются акционами. У нас есть мероприятие инотранс, я его называл сегодня, это Берлин. И приурочен, скажем так, к этому мероприятию пакет инотранс. То есть, если вы приобретаете за тысячу долларов пакет, таблица, она, кстати, выведена в этот пакет на желтом фоне, то вам будет начислено 235 тысяч акций, то есть дисконт либо уровень доходности 235. Если вы в течение месяца после того, как приобрели первый пакет, купите еще один, то вам уже начислено 270 тысяч акций. Если третий, то еще 290, четвертый, еще 300 тысяч акций. Если вы в промежуток времени до выставки в Берлину покупаете эти 4 пакета, то, соответственно, вот это количество акций будет вам начислено, что позволяет вам приобрести данные пакеты с очень высоким уровнем доходности. Инвестируя, скажем так, 4 тысячи долларов, вы получаете там значительно более миллиона акций. Далее. Так как наш бизнес в последнее время очень активно развивается на территории развитых стран, на территории восточной, центральной, западной Европы, буквально 2 месяца назад были введены пакеты, которые для огромного количества людей, проживающих, например, на территории Сангрия, окажутся вроде бы недоступными, но тем не менее. Стоимостью 5 тысяч долларов, 10, 25 и 50. То есть здесь выгодный дисконт по сравнению с тем профистом, который мы с вами смотрели, от 280 раз до 335. То есть максимальный уровень доходности у нас при инвестировании в 150 тысяч долларов в стандартном пакете 350. Здесь в 3 раза меньше суммы инвестиций и уровень доходности 335. То есть 16 с лишним, почти 17 миллионов акций может получить тот, кто проинвестировал данную денежную сумму. И что важно, каждый из этих пакетов предоставляет вам возможность осенью во время этого фестиваля, который будет проходить в Белоруссии, высадить свое собственное дерево, эксклюзивное, именное, как это было уже не раз. Для тех людей, кто активно развивает партнерскую программу, у нас есть бонусный счет, на который начисляются вознаграждения. То есть вы даете информацию людям, вам определенный процент привлеченный комиссий, компания начисляет. Так вот, у нас есть 4 пакета, которые доступны для приобретения только с бонусного счета. То есть вы строите активную партнерскую структуру, вам нужно начисление на бонусный счет и вы можете за 250, за 400, за 1000, или за 1800 долларов США приобрести сразу пакеты акций с бонусного счета. На выходе вы будете иметь 40 250, 90, 250, 1570 тысяча. Это для тех, кто активно развивает партнерскую структуру. Мало того, те люди, которые развивают партнерскую структуру, я вам говорил, что они начислены также на аукционный счет. Плюс ко всему, вы можете зарабатывать гораздо больше, чем инвестировать вот в эти пакеты, и у вас будет серьезный уровень дохода уже сегодня. Об этом мы два слова скажем в видео. У нас есть пакеты акций в рассрочку. Если вы внимательно меня слушали, то такие пакеты далее компании появились у нас в ноябре 2015 года. У нас есть 4 пакета, которые уже, скажем так, мы называем привычными. Старт, Семьер, стабильный бизнес, где вы можете инвестировать 25, 50, 100 и 200 долларов ежемесячно, и на выходе получить то количество акций, которые видны здесь на фоне. 26, 250 до 405 тысяч акций. Но здесь есть дополнительные условия. Если вы строите партнерскую структуру и привлекли на это в течение календарного месяца трех человек, которые купили тебе пакеты от 25 долларов и выше номиналом, вам будет начислено, скажем так, 9 тысяч акций, 21 тысяча, 60 тысяч акций, либо 144 тысяч акций. Дополнительно к тому, что вы заработаете по окончании выплаты рассрочки. Либо, если вы сделаете в течение рассрочки один раз двойной платеж. То есть не 25, например, заплатили, а 50. Двойным платежом у нас считается платеж, который сделан в течение 1 суток. То есть между первым и вторым платежом не более 24 часов. Далее, у нас есть крупные пакеты в рассрочку, 500, 2500, 2500, 5000 долларов ежемесячно, с уровнем доходности от 270 до 325 раз. Соответственно, выходе вы получаете от 1,350, тысяч акций до 16, к 1,250, тысяч акций. У нас есть пакеты, которые вы можете приобрести на своих детей. То есть на несовершеннолетних детей, причем малыш и студент это просто название этих пакетов, потому что вот номинал, который вы можете оплачивать ежемесячно, эквиваленте 65 долларов на протяжении 9 месяцев, либо 150 долларов США, что на выходе вам позволит иметь от 100 до 242 тысяч акций, какую бы вы из пакетов ни выбрали. Здесь также есть дополнительные условия. Если вы делаете двойной платеж, то вам начисляется 30 тысяч акций по пакету малыш дополнительно и 85 тысяч акций по пакету студентов. Если вы вовремя оплачиваете эту рассрочку без боев, без задержек, вам еще дополнительно на премиальный счет, который есть в нашей компании, будет начислено 5 тысяч акций либо 10 тысяч акций, в зависимости от того пакета, которого вы выбрали. И, по сути дела, инвестируя сегодня, приняв участие в нашем проекте, я уже сказал, что это, по сути дела, инвестиция для богатых людей. Сегодня свои деньги вы можете приумножить в разы. До 36 раз, как я вам говорил, до 350 раз ваше денежное средство увеличится. Когда мы перейдем на 8 этап, уровень доходности снизится. То есть он может быть будет от 30 до 300, и так далее. Сегодня вы еще имеете возможность, благодаря нашей партнерской программе, создать свой собственный бизнес. И не дожидаясь, скажем так, выхода группы компаний Skyway на международный транспортный рынок и на рынок инвестиций, благодаря партнерской программе, получить серьезный источник дохода. У партнерской программы большое количество выгод и преимуществ. Как правило, мы их разбираем по вторникам и пятницам. По вторникам 18 часов, завтра, и с пятницей в 13 часов. Ориентация идет у нас, скажем так, на жителей Дальнего Востока, Восточной Сибири. На презентации кратко скажу, что, по сути дела, инвестируя даже 15 долларов в США, у вас есть возможность получать ежемесячно не одну тысячу долларов. У нас нет необходимости, есть шестиступенчатая карьера, шесть ступеней карьеры и шесть квалификационных уровней. У нас нет необходимости, если выполнить квалификацию, ее подтверждать, сделать какие-то, выполнять обязательные условия, как это происходит в огромном количестве MLM-проектов. Высокий процент выплаты, скажем так, за привлечение личных инвестиций, вы можете получать с зависимостью от своих квалификаций до 20%. И вплоть до 24 уровня глубины, вы можете получать от 0,1% до 7% от суммы инвестиций, которые держит ваша структура. Вас никто не ограничивает по количеству тех людей, которых вы можете пригласить с собой в этот бизнес. И как я уже говорил, по ходу презентации, бонусное вознаграждение вычисляется и на бонусный счет, который вы можете выводить, передавать, скажем так, личный кабинет другого партнера, покупать с него выгодные пакеты, которые я вам сегодня демонстрировал. И акционный счет. Точнее, и выводить деньги из бонусного счета. А с акционом вы можете только увеличивать количество, скажем так, инвестиций, увеличивать свой инвестиционный портфель в нашем проекте, тем самым становясь еще более крупным инвестором, что на выходе вам даст гораздо больше уровень дохода, чем вы просто купите пакеты, будете ждать выхода группы компании Skyway на мировой транспортный и инвестиционный рынок. Для тех людей, кто развивает партнерство, у нас есть инструмент. В разделе инструмента партнера вы можете найти план вознаграждения, который вы можете скачать и потом демонстрировать людям, которые вас окружают, с целью ознакомить их с возможностью получения дохода. Первый инструмент, который это реферальные ссылки, благодаря которым у вас регистрируются люди. Для этого достаточно скопировать реферальную ссылку, которую вы выбираете и отправить посредством интернета, будь то электронная почта, Skype, Viber, WhatsApp, какие-то другие мессенджеры, социальные сети. Благодаря этим реферальным ссылкам люди регистрируются под вами и вам потом начисляется вознаграждение, если они что-либо выбирают. Для тех, кто имеет свои интернет-ресурсы в виде сайтов, блогов, страниц, в социальных сетях, у нас есть баннеры. 60 видов баннеров различных. Для этого вам достаточно скопировать HTML-код, разместить тот вид баннера, который вам нравится, вашего размера. На своей интернет-странице он 24 часа будет стоять на вашей странице, не меняя, скажем так, рисунки. Внутри этого баннера человек, который кликнул по этому баннеру, перейдет на тот ресурс, который вы выбрали, либо официальный сайт, либо логин партнеров. После ознакомления с информацией он может зарегистрироваться, нажав кнопку регистрации. К баннеру прикреплена ваша реферальная сеть. Также к инструментам партнеров у нас относится раздел новостей. Любая новость, которая вам понравилась, вы можете разместить в той социальной сети, где вы зарегистрированы. Вконтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники, Мой мир. Пишите кратко комментарии, размещайте новости на своей странице. Большое количество людей из мира интернета, которые могут быть вашими друзьями, случайно зашли на вашу страницу, могут ознакомиться с информацией, точно так же перейти на наши интернет-ресурсы, нажать кнопку регистрации, и они будут вашими партнерами. То есть, каждая новость из личного кабинета прикреплена реферальная сеть. У нас есть целая череда инструментов, в виде инструментов такие, презентация такая, которая сейчас проходит, объяснение маркетинга плана, целая череда обучающих мероприятий, которые проходят в понедельник и по воскресенье и проводят успешные люди. Люди, которые доносят информацию, скажем так, доходчиво по технологии. Это понедельники, это среды, да, Александр Монко, Сергей Сибиряков, Алексей Сухадоев, это Владимир Маслов, который рассказывает и про адресные проекты, как правильно нужно относиться к развитию нашего бизнеса, Ирина Волкова, Инета Анжина. Еще целый ряд успешных лидеров, Григорий Мирошниченко, который рассказывает о том, как, скажем так, строить бизнес по партнерской программе, методики, какие у него есть, то есть это опытный человек, у которого, скажем так, не одна тысяча партнеров. Ну и, конечно же, к инструментам можно отнести периодически промо-акции, которые у нас есть, которые у нас периодически случаются в развитии нашего проекта. Далее, расписание вебинаров и оффлайн мероприятий вы можете найти в разделе событий, расписание вебинаров. Там расписано все, какое время, где проходят онлайн мероприятия, в каких городах проходят оффлайн мероприятия, потому что к инструментам относятся также и живые презентации, которые у нас проходят практически каждый день в целом ряде регионов и стран. Все это можно найти в разделе расписания. Любой человек, который зарегистрировался или не зарегистрировался, может с сайта обратиться в службу технической поддержки, то есть задать свои вопросы, которые у него возникли, и получить на них ответ. Либо, нажав кнопку «Задать вопрос» или заказать обратный звонок, получить возможность общения «Извините, выбил меня из интернета, пришлось перезагрузить». То есть получить консультацию менеджеров отдела информационной поддержки, который работает в Москве с 10 утра до 19 часов на мавковском уровне. Было бы желание в этом разобраться. В итоге, все, что я сейчас рассказывал в течение нашего вебинара, отличная возможность для каждого человека принять участие в проекте, который в лучшую сторону изменит, скажем так, жизнь людей всего мира. То есть самому принять активное участие в инновационном, инновационном проекте. Все чаще у нас, скажем так, звучит тема инвестиций. Все бы мы хотели сегодня поучаствовать небольшим количеством денег, чтобы у нас потом была серьезная отдача в недалеком будущем, чтобы мы могли совершенно по-другому организовать свою жизнь, стать финансово обеспеченными людьми и обеспечить безбедное будущее своим детям и внутренним. Эта возможность предоставляется фактически каждому человеку. Физически, духовные, моральные, финансовые усилия каждый из вас может приложиться по мере собственных желаний, по мере собственных возможностей и в итоге только выиграть. Ну и вы видите на данном слайде наш телефон в Москве. Здание, в котором мы расположены, далеко от метро Кырпуховская, либо Ковелецкая. То есть входу где-то буквально 7-10 минут спокойным шагом вы можете прийти к нам. Если какие-то вопросы касаемо сегодняшнего вебинара, хочу напомнить, что у нас проходят каждый день живые мероприятия в разных городах и странах. В Москве такое мероприятие состоится 27 числа на следующей неделе, в среду. Информацию об этом мы буквально в ближайшее время выложим на наши интернет-ресурсы, в группы. Вы можете пригласить людей, проживающих в Московском регионе, на данную презентацию. Они могут прийти, получить информацию. Мало того, на этой презентации мы, как правило, разыгрываем лотерею. И как минимум один человек уходит очень довольным, потому что мы разыграем сертификат на тысячу подарочных акций компании SkyWayT. Также мы разыграем книжки «Юнистико-небесные дороги» с твердым и тонким переходом. Да, Светлана правильно говорит, что расписание вебинаров у нас приходит еще на электронную почту. Вы знаете, есть люди, которые не заглядывают в электронную почту. Трестов с бонусного счета можно переводить, зайдя в свой личный кабинет, выбрав в банкинге, перевод средств, указав сумму с основного либо с бонусного счета, который вы хотите переводить. Далее, человек должен быть зарегистрированным, вводить электронный адрес этого человека, система его находит, нажимаете «Продолжить» и вам дальше нужно будет ввести код, который, как правило, должен приходить на почту либо на по СМСке. Если этого не происходит, то у вас есть окошко службы технической поддержки вправо. Вы тут же пишите «Уважаемые, я вот сейчас пробую перевести денежные средства из своего кабинета в САКО, мне необходим код». И вам этот код «Техническая поддержка сбросит». Деньги уходят на основной счет вашего партнера. То есть цель перевода денежных средств, понимаете, это созданно было для того, чтобы вы могли помочь тем, кто, скажем так, плавает в интернете очень плохо, слабо, либо вообще не плавает. То есть он хочет инвестировать, он не умеет, скажем, нажимать кнопки на своем компьютере, вы помогли ему зарегистрироваться, деньги перевели и помогли ему сделать платеж. Но очень важно, а потом взяли и научили его всему, что умеете сами. Тогда будет развиваться ваш бизнес. По поводу, да, когда будет вся рассрочка оформлена, если вы сделали двойной платеж, я так понимаю, вопрос Светланы по пакету «Малыш» или пакет «Студент», вам либо 5, либо 10 тысяч акций как плательщика, потому что сертификат-то вы оформите на ребенка. Соответственно, если вы сделали двойной платеж, те 30, либо 85 тысяч акций приплясуются в сертификат у того, на кого вы оформили сертификат, а вот 5 и 10 тысяч акций будут перечислены вам на премиальный счет. Все правильно. Нет, Тамара, со своего бонусного на свой основной, зачем вам переводить деньги со своего бонусного на свой основной? С бонусного вы деньги можете вывести, с основного вы деньги уже не выведете. Это правило работы нашей компании. Вот так устроен личный кабинет. Поэтому, если вы хотите деньги перевести своему партнеру, то деньги с вашего бонусного счета, либо с основного, то есть, со своего основного на основной партнера вы можете перевести. Вывести с основного не можете. Со своего бонусного на основной своего партнера вы можете перевести. Но человек, которому перевели эти денежные средства, может ими воспользоваться только на приобретение пакетов акций, потому что с основного счета он их вывести не сможет. вот таким вот образом. Итак, друзья, если ко мне сегодня вопросов больше нет, ну, наверное, есть смысл закончить сегодняшний вебинар. Вам я хочу сказать огромное спасибо, что принимаете участие в нашем проекте. Приглашайте на наше мероприятие своих людей, которые у вас недавно зарегистрировались, те, которые планируют это сделать. Мы им дадим информацию в таком формате, я не знаю, возможно, не всем это нравится. У нас не так много людей, которые посещают подобные мероприятия, но от себя скажу следующее. То есть я не в плане пропиариться, либо что-то еще. Цель презентации, да, это, скажем так, донести первичную информацию человеку, а дальше он принимает решение, надо ли ему в этом разбираться или нет. Вот, скажем так, принять решение, надо ли ему в этом разбираться, тоже лежит и на вас. Почему ответственность? Потому что вы после данного мероприятия можете ответить ему на какие-то вопросы, показать какие-то ролики, подключить к этому своего наставника. Дальше пригласить уже человека на более подробные мероприятия по технологии, и так далее, и так далее, и так далее. То есть презентация, это вот мероприятие, которое, в принципе, так мы вот проводим его час. Цель вот моя, я бы хотел его сделать, может быть, менее продолжительным, достаточно емким, простым. И чтобы в дальнейшем просто вы могли, скажем так, приглашать своих партнеров, они получали бы эту информацию. Дальше уже, скажем так, работа с инвесторами, это и на ваших плечах, на плечах ваших наставников. Возможно, менеджер отдел информационной поддержки и так далее. Как правило, это момент, скажем так, принятие решений, момент выбора и так далее. Человек этого не знал, у него есть возможность пойти влево и вправо. Ну, в принципе, третьего не дано. Третья очень и очень неинтересная ситуация, когда человек говорит, да, мне это интересно, ни фига, как мы говорим, не делает. То есть он висит, он говорит, а мне будет еще что-нибудь почитать, еще что-нибудь почитать. Он может так годами, скажем так, сидеть и не принимать никакого решения. Информацию получил, вы потом задали какие-то вопросы, помогли ему разобраться. И лучше, что в дальнейшем вы можете сделать, если человек становится инвестором и так далее, помочь ему разобраться во всем и помочь ему уже приглашать его людей. И тогда он по партнерской программе будет получать доход, он будет заинтересован в развитии нашего проекта. Ну, не только морально, духовно, да, хотя это тоже очень важно, но еще и финансово. И считать то, что если человек заинтересован финансово чем-то пласти, наверное, было бы неправильно. Потому что все-таки денежные средства, это те средства, которые нам позволяют реализовывать в своей жизни то, чего мы сильно хотим. Важно, чтобы что-то хотеть. Вот без «хотеть» очень сложно. Поверьте. Спасибо вам за внимание. Еще раз всем до новых встреч. Завтра в 18.00 жду вас на вечер.